Как побил государь С темной победы выстроить каменный храм. И к нему привели флорентийцев и немцев и прочих, Иноземных мужей, пивших чару вина в Одинды. И пришли к нему двое безвестных владимирских зодчиков, Двое русских строителей, темных, босых, молодых. Смерты можете церковь усложить, Чтоб была благолепней иноземных пригожей церкви, говорю. И тряхну волосами ответили зодчие, Можем, прикажи, государь, И ударились в ноги царю. Государь повелел И в субботу на вербной неделе, Покрестясь на восход, ремешками схватил волоса. Государь и в зодчие В фартуке наспех надели. На широких плечах кирпичи Из украшен зелок византийским суровым письмом, А как храм освятили, То с посохом в шапке монашей Обошел его царь от подвала и служб до креста, И окинувши взором Его узорчатые башни. Лепота, молвил царь, и ответили все, Лепота! И спросил благодетель, А может ли сделать пригожий Благолепнее этого храма, другой говорю? И тряхнула лосами, Ответили зодчие, Можем! Прикожи, государь! И ударив в ноги царю, И тогда государь Повелел ослепить этих зодчиков, Чтоб стояла та церковь Одна на земле такова, Чтобы в Суздальских землях И землях рязанских и прочих Не поставили лучшего храма, Чем храм по кровам. Соколиные очи Кололи им шилом железным, Дабы белого света увидеть Они не могли. Их клемили клеймом, Их секли подогами болезнень. И кидали их темных Настыло лоно земли. И в обшорном ряду, Там, где заволь кубацкая пела, Где сивуха разила, Где было под пару темно, Где кричали дьяки Государева слово и дело. Мастера Христа ради Просили на хлеб и вино. И стояла та церковь, Такая, что словно приснилась. И звонила она, будто их Отбивала на взрыв И запретную песню Про страшную царскую милость Пели в тайных местах По широкой Руси Гусляры. Продолжение следует...